Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Анна Марченко. Смотрите в этом выпуске. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил пересмотреть уголовное дело о ДТП под Ханты-Мансийском, где погибли 10 детей. Вопросы появления 5-километровой охранной зоны трубопровода одной из дочек «Газпрома» подняли депутаты Сургута. Чем это может грозить дачникам? И красивая игра, и напряженная концовка. Олимпийц-2004 принимал на своем льду Челябинский трактор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил пересмотреть материалы громкого уголовного дела о ДТП с участием детей под Ханты-Мансийском. Авария, напомню, произошла в декабре прошлого года. В результате столкновения автобуса и фуры, которая перевозила Негабарит, погибли 12 пассажиров рейсового транспорта, из которых 10 дети. 19 человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе визита в Сургут Бастрыкин разговаривал с родителями ребят, погибших в той катастрофе. Жалобы потерпевших касались привлечения к уголовной ответственности. На скамье подсудимых оказались директор спортшколы, где занимались дети-акробаты, водители транспортных средств и представитель перевозчика. Никто из чиновников, ответственных за безопасность спортсменов, не стал фигурантом расследования. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению Следственного комитета России изучить указанные доводы. Вместе с этим уже началась проверка действий следователей, которые занимались уголовным делом. О родителе, чьи дети погибли или пострадали в страшной автокатастрофе, написали открытое письмо. С текстом обращения Сургут Интерновости познакомились в интернете. Потерпевшие считают, что список обвиняемых по делу должен быть расширен. По мнению родителей, к ответственности должны быть привлечены водитель второго грузовика, из-за которого автобус буквально разорвало пополам. Он не соблюдал дистанцию. Компания, чью технику перевозили водители тралов, чиновники, отвечающие за контроль, за организацию перевозок групп детей по территории Югры. Кроме того, родители собирают деньги на юридическую помощь. Сил одного адвоката Умара Арчаква не хватает. Администрация Сургута готова к тому, чтобы начать судиться с дочкой Газпрома. Об этом на своей странице в Инстаграме написал депутат Думы города Дмитрий Похотин. Накануне прошло совещание по вопросам охранных зон трубопроводов Газпромпереработки. Напомню, ранее Газпромтрансгаз, еще одна дочка Большого Газпрома, принял решение отказаться от строительства понижающей станции. При том, что ранее под эти цели им был предоставлен земельный участок и необходимая охранная зона. Администрация города заявила о готовности подать иск, чтобы принудить Газпром понизить давление в трубе. Против некоторых дачников, сразу шести сургутских кооперативов, энергетическая компания подавала иски и выигрывала судебные разбирательства. Цель заставить вынести строение за зону минимальных расстояний от газопровода. Люди выходили на митинги и обращались к губернатору, утверждая, что их дома, заборы, гаражи стоят на земле много раньше, чем появился газопровод. Точка в этом вопросе пока не поставлена. Однако Газпромтрансгаз приостановил исполнение судебных решений до 1 апреля 2018 года. Я очень надеюсь, что за время судебных разбирательств, возможно, будут приняты какие-то другие нормативные документы. Все помнят прямую линию с президентом Российской Федерации, в которой он достаточно четко обозначил свою позицию в этом вопросе. О том, что не надо трогать жителей, проживающих в этих зонах, надо как-то решать вопрос. На данный момент в Государственной Думе, по моей информации, находится на разработке законопроект, как раз подразумевающий решение этого вопроса. До конца недели глава Сургута должен принять соответствующее решение. Кроме того, на совещании подняли вопросы Газпрома переработки. Обсуждалась правомерность появления 5-километровой охранной зоны трубопровода, в которую попала треть территории города, и ее постановка на кадастровый учет. В связи с этим, по словам некоторых дачников, возникают сложности с тем, чтобы продать дачный участок или оформить его при покупке в собственность. Депутаты планируют собрать по этому вопросу дополнительную информацию и уже после этого разработать план своих действий. Не исключено, что впоследствии против Газпрома переработки может быть также инициировано судебное разбирательство. Все профессии важны. В Сургуте прошла ярмарка вакансий, где всем желающим рассказали о тонкостях трудоустройства и об актуальных предложениях на рынке труда. Чем полезны для горожан такие события, расскажут специалисты Центра занятости населения и Екатерина Любешева. Очередь кадровым специалистам различных организаций растянулась на несколько метров. Организаторы ярмарки вакансий Сургутский Центр занятости населения давно поняли, насколько удобен для соискателей такой формат, поэтому мероприятия проводят ежегодно. Здесь можно присесть за столик, сразу пройти первичное собеседование в нескольких предприятиях и при удачном исходе получить приглашение на собеседование уже более детальное, непосредственно в компании. У нас сегодня 36 работодателей и более 400 вакансий. По крайней мере, узнать содержание вакансий и требования того или иного работодателя к тем или иным вакансиям, что помогает сориентироваться, приобрести дополнительный опыт, подумать или задуматься о дальнейшем обучении, переподготовке, повышении квалификации, что точно так же влияет на конкурентные способности на рынке труда. Порядка 15% посетителей ярмарки вакансий – люди с особенными потребностями. Стоит отметить, что работа с этой категорией населения ведется и вне рамок таких мероприятий. Специалисты Центра занятости населения всегда готовы помочь. Я инвалид третьей группы в связи с тем, что мои молодые годы проходили в тяжелом физическом труде, поэтому с возрастом это сказалось на моем сегодняшнем трудоспособном ритме жизни. Но благодаря Центру занятости я, конечно, многое узнала, пообщалась с многими работодателями, которые не против меня были взять, они меня и трудоустроили. И в промежутках между трудоустройствами, если вдруг я не справлялась, уходила на больничные с дальнейшим увольнением, они мне выплачивали пособия, которые мне очень помогали. Специалисты Центра занятости призывают горожан не бояться обращаться по вопросам любых вакансий. Были случаи, когда заинтересованные начальники предприятий даже специально создавали рабочие места под конкретных людей. Екатерина Любешева, Алена Раковская, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Совместные перспективы и взаимовыгодное сотрудничество в администрации Сургутского района прошел круглый стол, посвященный инвестициям. Чиновники встретились с предпринимателями из Новосибирска, Омска, а также с представителями Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На диалоговой площадке бизнесмены презентовали свои предприятия и продукцию, которая может заинтересовать Сургутский район. Например, компания «Информационные системы и сервисы» из Новосибирска предложила свои услуги в части информатизации администрации муниципалитета. Мы стараемся работать так, чтобы ничего не ломать, а как раз вписываться в существующую структуру. Но очевидно, что если у вас документ-оборот уже какой-то есть, то сносить это точно не стоит. То есть лучше сделать что-то, дополнительную какую-то автоматизацию процесса, который будет стыковаться с этой существующей системой. То есть мы не предлагаем там все заменить, мы как раз попытаемся понять, какие есть задачи, которые не решены сейчас, чтобы состыковаться. Глава Сургута Вадим Шувалов вручил учителям Сургута высокие награды. Градоначальник передал грамоты и благодарственные письма 74 педагогам. За большой вклад в формирование экологической культуры среди учащихся почетными грамотами Министерства образования благодарностями Госдумы Федерального собрания отметили пятерых работников. 64 педагога за многолетний добросовестный труд и успехи в подготовке обучающихся и воспитанников получили награды Департамента образования и молодежной политики ЮГРЫ. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено трем специалистам. Это значимая награда, но главное для меня это мои ученики. Любовь профессии, преданность своей профессии на самом деле. И желание делиться тому, что ты умеешь делать больше всего. Быть или не быть новогодним каникулом, фракции Госдумы определили список законопроектов, которые Нижняя палата рассмотрит осенью. В число инициатив вошло и сокращение новогодних выходных. Предложение поступило от партии КПРФ. В документе нерабочими праздничными днями значатся 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Соответственно, дни с 4 по 8 января предлагается исключить из каникул. Коммунисты объяснили свою инициативу тем, что к ним постоянно поступают обращения от населения с требованием сократить количество нерабочих дней в новогодние праздники, так как люди в начале года остаются без зарплаты, пишет РБК. Вместе с тем КПРФ вышла с инициативой объявить выходным 18 марта. Это день присоединения Крыма к России и 7 ноября день Октябрьской революции. В России отметили День гражданской обороны. Начало структуре, работающей по этому профилю, положил в 1932 году Совет народных комиссаров Советского Союза. Он утвердил положение о противовоздушной обороне страны. Согласно документу, из общей системы была выделена местная противовоздушная оборона для защиты населения и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха. Сегодня это система мероприятий по подготовке и защите населения материальных и культурных ценностей на территории России, возникающих при военных конфликтах или при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В День гражданской обороны сотрудники отдела надзорной деятельности и подразделения пожарной охраны Сургутского района провели совместную тренировку по условному тушению огня в школе и эвакуации детей из горящего здания. Занятие прошло в образовательном учреждении поселка Солнечного. В момент учебного срабатывания пожарной сигнализации в здании находилось около 800 детей и преподавателей. Все они покинули школу за несколько минут, как раз к тому моменту, когда приехали первые экипажи МЧС. В первую очередь, это же безопасность детей. И проводятся они для того, чтобы в экстремальной ситуации уже, в реальной ситуации, дети знали алгоритм действий. Основное, то есть отрабатываем алгоритм действий при, так скажем, эвакуации с данного помещения со школы. То есть основные моменты, то есть проговариваем, каким образом они выходят, то есть каждое их действие. Время эвакуации учащихся с момента поступления первого сигнала до выхода из здания последнего человека составило около 3-4 минут. С преподавателями школы и учениками провели инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности. Также дали оценку состоянию путей эвакуации и работе автоматической сигнализации и системе оповещения. Подобные проверки сотрудники ОНД, добавлю, проводят дважды в год. За последние 6 лет пожаров в образовательных учреждениях на территории Сургутского района не зарегистрировано, были какие-то ложные срабатывания, то есть проводили эвакуации, никаких замечаний не было. То есть подразделение прибывает довольно-таки быстро, то есть персонал свои действия знает. Одна победа, одно поражение. Клуб Олимпийц на своем льду принимал один из сильнейших хоккейных клубов Урала «Челябинский трактор». После двух разгромных поражений наша команда, составленная из ребят 2004 года рождения, показала красивую игру, которая держала болельщиков в напряжении до последних секунд. Дмитрий Круковец расскажет подробнее о матчах. Олимпийц в очередной домашней серии принимал «Челябинский трактор». Этот коллектив сильнее «Тюменского рубина», который, к слову, дважды на нашем льду крупно обыграл Сургутян. Но первая встреча с уральцами показала, что те два поражения в прошлом игру команда Михаила Доценко подкорректировала и результат не заставил себя ждать. Команда «Сильный трактор». В принципе, ребята выполнили установку на игру. То, что от них требовалось, каждый выполнял на 100%. Как можно плотнее играть с игроками, там, хорошие нападающие, как можно плотнее играть в средней зоне, в своей зоне, побольше играть там. Сыграли хорошо, молодцы. В первом матче «Олимпийц» праздновал успех. В стартовом периоде сургутяне забили дважды, при этом пропустив одну шайбу. В начале второго отрезка встречи Эрик Данильчев забросил третью шайбу. В заключительные две минуты игры «Трактор» и «Олимпийц» обменялись взятиями ворот. Итог матча 4-2. Может быть, где-то недонастроились. Ребята из «Сургута» молодцы. С характером полезли, забили, выстояли. В принципе, и вторая игра показала то же самое. Но просто нам повезло, мы на одну больше забили. В повторной встрече хозяева открыли счет, но затем дважды пропустили. На старте второго периода Роман Сухачев установил на табло результат 2-2. Следующие шайбы зрители ждали полтора периода. В середине третьего игрового отрезка отличились гости. Оставшегося времени для того, чтобы сравнять счет или выиграть, сургутянам, к сожалению, не хватило. Итог второго матча 2-3 в пользу «Трактора». Начало сезона, как бы, ну, все команды сейчас стягиваются. Где-то что-то не получается пока на данный момент. Но я думаю, с каждой игрой будем добавлять. Там был небольшой провал у нас в Тюмени. Бывает детский хоккей, это непредсказуемость всегда. Ну, так, в принципе, все хорошо сейчас. С каждой игрой будем добавлять. Обменявшись с «Трактором Победами» олимпийц, остается на восьмой строчке в таблице группы сильнейших. Следующие матчи наша команда проведет в эти выходные с одним из лидеров турнира клубом «Авто Спартаковец» из Екатеринбурга. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Завершит выпуск коммерческая информация. У меня на этом все. До свидания. На ярмарке верхней одежды «Все куртки-3500», «Пуховики-4500» появились новые зимние модели пуховиков. Теплые наряды из натуральных современных материалов только от российских производителей порадуют сургутских модниц. В сибирские зимы от холодов спасут качественные наполнители курток. Например, тинсулейт. Он обладает высокой способностью сохранять тепло. К тому же изделия из тинсулейта по сравнению с обычными наполнителями тоньше в 10 раз. Мы привезли новую коллекцию курток и пуховиков от российских производителей. Привезли более 3000 моделей, различные цвета, фасоны. Очень огромный размерный ряд. От 42-го до 70-го. Появились у нас новые пуховики с отделками из натурального меха, с улучшенными утеплителями. Но на них немножко поднялась цена. Они стоят на тысячу дороже. Спешите открыть для себя огромный выбор верхней одежды отличного качества по адресу Ленина 39 с 10 утра до 8 вечера. На ярмарке вам всегда рады вежливые продавцы-консультанты, которые помогут определиться с моделью. Взносы на капремонт в России установлены федеральным законодательством. В случае неуплаты капремонта санкции будут такими же, как при долгах за коммунальные услуги. Это пенни, ограничение выезда за границу, арест имущества и реализация его на торгах. Помните, до обращения Гурского фонда капитального ремонта в суд вы можете получить рассрочку на погашение задолженности и пенни. После суда вы будете оплачивать задолженность, пенни и судебные издержки. Шубы. 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 Да все уже знают. Кировская металлая фабрика приезжает. Со 2 по 8 октября. Вершина. Город Сургут. В магазине Адам новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет. В ЛКСМ 3, друг 2. Телефон 3763-77. Да, тесновато. Не надо было хозяйке доверять выбор жилья. Надо было сразу в Сипромстрой обращаться. Теплые квартиры в готовых городских и загородных домах на отличных условиях. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Улица Тюменский тракт 2, дробь 1. Компания Сипромстрой. Добро пожаловать домой. Включи «Лав-радио» твоей мечты. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Здравствуйте, информация о погоде на 5 октября. Студия Алина Белявская. Погоду в большей части Югры формирует слабовыраженный гребень антициклона. Вероятность осадков идет на спад. Облачность рассеивается, но температурный фон по-прежнему остается ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха минус 3 плюс 2. Закупайтесь с выгодой и впрок. В новом магазине «Домашний погребок». Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара, расписные и простые самовары, изделия Кольчугинского завода. Цены доступны. Новый «Домашний погребок». В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66. В магазине «Домашний погребок» акция с 30 сентября по 8 октября скидка 20% на бочки и катки. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление состоит 765 миллиметров штутного столба. Веселись, играй, резвись, в супергероя превратись. Непромокаемая и непродуваемая одежда «Олдус» для маленьких непосед уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Приятное событие. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» отмечает свое 27-летие. Любимым зрителям мы дарим подарки. Включайте канал «Сургут-24» по будням в 8 вечера и выигрывайте со 2 по 17 октября призы в удачной минуте. Я желаю вам благоприятного дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!